сейчас мы изучим что находится в коробке с iphone 5 белая коробка аппарата белого цвета черная соответственно черного цвета эта версия 64 гигабайта европейский iphone 5 такая вот приятная на ощупь матовая коробочка гордой надписью iphone 5 чтобы было понятно как всегда сделано в духе apple очень компактно и очень аккуратно откладываем крышку она нам больше не понадобится видим вот здесь так вот упакованный аппарат аппарат сразу бросается в глаза его толщина он значительно тоньше но если это можно назвать значительно относительно четверки потому что сразу тактильно ощущаешь что он тоньше и он легче но при этом нет ощущения что это такого аппарат такого плана плана похоже на на аналоги от samsung samsung но допустим он не выглядит крупным он чуть удлиненный но в то же время немножечко странным кажется то что экран разнесен так далеко по краям от корпуса то есть на самом деле уже современные технологии позволяют делать экрана от этого края и до того вот но при этом он не выглядит монстральным и не выглядит крупнее каких-то там телефонов привычных рукам пока отложим в аппарат сторону и посмотрим что еще находится в коробке как всегда такая вот крышечка и плотно упакованы из хорошего качественного белого картона разнообразные элементы значит что мы видим мы видим вот такие вот наушники бросаются в глаза сразу это новые наушники про которые уже писали до того как был была премьера пятого айфона они такой достаточно необычной формы предыдущие наушники вызывали много критики и все конечно покупали сразу же новые наушники для того чтобы полноценно использовать какие-то музыкальные возможности говоря что apple на этих наушниках справился вот посмотрим что они себя представляют хотя бы визуально такая коробочка она наверное будет удобно для транспортировки если брать с собой куда-нибудь в поездку то она выглядит достаточно многоразовая и с этой стороны такое немножечко резиновое покрытие имеет да впрочем и весь пластик немножко обрезиненный кабель собирается в такую бухточку вокруг ну в общем то сказать как они звучат невозможно и я не меломан и в тесте это показать тоже сложно сложно но время покажет посмотрим наушники как все помнят утекли в сети раньше чем даже фотографии самого айфона очевидны какой-то сторонний производитель у которого apple заказывает эти наушники решил поднять популярность какому-то ресурсу и слил информацию об их внешнем виде поэтому мы о них узнали раньше чем о самих айфонах вот тот самый пресловутый кабель которым столько шло речи о том что будет заменен разъем на новый usb мы изучать не будем он достаточно привычен вот этот вот разъемчик пока еще нам не привычен с него будет переходник переходник будет стоить довольно дорого но наши китайские друзья я думаю предоставят нам гораздо более дешевые варианты в принципе apple говорит о том что этот разъем стал более безопасным я думаю что подразумевается то что если телефон стоял на зарядке и разъем задели и он упал повис на проводе то предыдущий предыдущие разъемы сильно разбалтывали гнездо терялся контакт со временем и это требовал ремонта это конечно гораздо более травмобезопасный контакт вот и я думаю что это его роль наверное одна из основных которые можно вот так на на первый взгляд заметить дальше мы видим опять таки привычный блок питания посмотреть на нем сколько сколько на нем мощность мощность у него 1 ампер 1 ампер соответственно такой же как и у обычных зарядников айфонов то есть эта вещь останется в обиходе у всех они обычно в большом количестве на работе дома на даче и так далее то есть можно использовать прежние привычный макулатурный конвертик в конвертике как всегда находится скрепочка для того чтобы извлекать сим-карту сим-карта у нас находится на торце инда тут используется nano sim как известно это меньше микросим и сделано для того чтобы уменьшить размеры телефонов посадочные гнезда для инсталляции сим-карты и так далее вот что касается внутренности для фанатов как всегда разумеется не обошлось без наклеек это понятно и многочисленные макулатурные бумажные описания в общем то ничего нового мы здесь тоже не увидим такой достаточно минималистичный набор в общем то все необходимое вот значит теперь посмотрим сам телефон вот он таких вот пленочках спереди и сзади спереди теперь заявлено у нас сапфировое стекло то есть весь телефон состоит из стекла и металла вот есть пластмассовой детали нет и это наверное один из основных плюсов данного аппарата то что нет необходимости нажимая на его какие-то стороны расстраиваться тому как он скрипит или он там трещит потому что аппарат выглядит полностью монолитным и никаких скрипов люфтов абсолютно нет ну разумеется все вытекающие из этого сложности несъемный аккумулятор несменный ну в общем то монолитный корпус стекло и металл на самом деле тактильно это действительно приятно значит почему я рассматриваю сейчас белый аппарат потому что черный аппарат уже за буквально один день эксплуатации активной показал что вот эти вот самые грани которые у него из вот такого цвета вороненой стали они быстро стираются и становятся такими белыми потертыми то есть краска краска на них стирается и у телефона получается такой вид как бы изношенный но на самом деле может быть это проблема первых самых партий или это проблема активного использования активных проб скажем так телефона вот но тем не менее это факт поэтому белый телефон однозначно с точки зрения износа износа стойкости он на данный момент предпочтительнее вот динамики сразу выдают новую концепцию то есть как все наверное уже видели из попавших после релиза фотографий в интернет эти динамики с такими дырками характерными это такой вот визитная карточка пятого айфона который в общем то если так не владеть до этого четвертым не так сильно изменился только владелец наверно 4 мог бы заметить кучу разных изменений так iphone iphone только просто удлиненный вот такой комплект теперь я перейду к тому чтобы установить туда наносим карту который уже предоставляет мегафон и мтс насколько мне известно в городе москве и попробую ощутить впечатление человека который переходит с андроида на iphone на ios не буду рассказывать много про саму операционную систему а скорее расскажу о своих ощущениях и так телефон открыт и дальше можно прочитать в текстовом виде что я по этому поводу на